Игнат Тихонович, хотел спросить, из-за того, что вы мне сказали, уже целая куча тогда получается вопросов. Так а мне сейчас как тогда быть, если я, получается, не крещен? Это мне ходить в храм? Ну, в храм же можно ходить? Да. В храм ходить, всё быть. А когда будет оглашенный, изъедите, выйти в это время. Выходить в оглашенный, изъедите? Да, конечно. Раз вы в стадии оглашенного, тут не надо уже... А как так? Да никак. Вы были обмануты. Да ещё и деньги платили. Две причины, что крещение недействительное. Его не было. Меня тоже вот это вот очень... Мы с женой ходили, венчались, и я посмотрел, там целый прескурант. И причём это называется, получается, даже не как оплата, а пожертвование. Ну, это не общее. Это жульничество на всех храмах одновременно. Запретили брать деньги, а не другое. Почему патриарх Алексей Второй говорил, каких бандитов напринимали в церковь? Чё тут непонятно-то? Ну, заменили другим словом. Вот у нас с тарелкой не ходят по храму. У нас ни за что не берётся. Включённая закона десятина, и всё покрывает. Понятно. Ну, а тогда такой у меня вопрос. А вот, ну, исповедоваться-то я могу же ходить? Ну, можете. 52-е правило апостольское. А оно запрещает священнику отвергать вас. То есть разрешительно... Ну, вообще, к священникам я могу обращаться за советом. Да, но они вас задушат буквально. Как так ходить? Они сразу бросятся на меня. Я знаю их это. Они неверующие. Большинство, там 90%, наверное, с лишним. Они не верят ни канона, ни писания, ничего. Чужие люди. Обстановка страшная в церкви. Страшная. Квинсы даже венчают и держат над головой, не надевают. Голова-то не венчанная. Венсы-то надевают на голову, они над ним держать должны. Даже это и всё. Дурнина сплошная. Я говорю, почему не надеваете? Да чтоб не запасчивать. Да к вам ещё кочегары приходят только. Ну, это-то нам хоть... Это вроде нам одели венцы. Ну, это вот шапки такие большие. Ну, тут, я как понимаю, в другом смысл. Так если я не крещённый, то и венчание получается не венчание. Венчание на месте остаётся. Венчание на месте. Всё на месте. Всё, кроме крещения. Крещения не было. Не было крещения. Обман был. Так это самое важное. Я вам сейчас материал о крещении сброшу. Я скину заголовок в моей книге «Крестную православие». И там вы прочитаете покаяние, там всё. И, наконец, крещение. 136 свидетельств, что крещения без погружения нет. Это о католичине. Это от католиков, зараза, это пришло. С Украины. Вот теперь она хлебает полной чашей мерзости. Это с Украины всё пришло. А не о католичине там. Понятно. Ну, я тогда... То, что вы мне отправили материалы, я с ними ознакомлюсь. И тогда, если у меня вопросы будут, я... Да, да, да. Сейчас я скину вам оглавление книги моей. И там о крещении какая страница. Только нажмёте на эту страницу, сразу откроется. Всё, понял. Считайте внимательно, с молитвой. Возьмите, записывайте. Жену рядом посади. И несколько раз проверь, так ли я говорю. Понятно. Всё. Спасибо вам большое. Спаси Христос, говорят. Спаси Христос. Вот. Аллилуйя. Всё. Аллилуйя.